Привет! Сегодня было потрясающее утро. Я побежал на свою традиционную десятку, так что времени мало и я запишу только короткую мысль, которая меня посетила недавно. Смотрел я одну из первых серий третьего сезона Twin Peaks. Любите ли вы Дэвида Линча, так как люблю его я. И дело дошло до эпизода, где появляется герой, которого зовут Даги, которого подменила какая-то неведомая сила. То есть старый человек пропал, на его месте появился новый. Новый человек себя странным образом ведет. Всем более-менее очевидно, что что-то случилось, кроме его супруги. Супруга продолжает считать, что ее старый муж на месте и просто странно себя ведет. То ли капризничает, то ли дурака валяет, в общем, что-то такое. Абсолютно все окружающие понимают, что с человеком что-то не так. Единственный, кто догадывается, что человек поменялся на самом деле, это ребенок. У меня это вызвало улыбку, потому что я уже где-то раньше это встречал. И я вспомнил, где я это встречал. Это фильм «Семьянин». Фильм «Семьянин» отличный фильм, его заслуживает отдельного разбора подробного. Но сейчас я хочу сфокусироваться на моменте, что там совершенно аналогичным образом главный герой появляется в чужой жизни. В альтернативной версии своей жизни прежний муж главной героини пропал. На его месте появился чужой человек, у которого нет, в общем, ни памяти общей. Он не знает ничего вокруг, ничего не соображает. Никому это незаметно вообще. Единственный человек, который это быстро просекает, это дочь. Дочь с дочерью тоже там смешной эпизод сделан, что как бы она была расстраиваться сначала, что папу кто-то украл и на его место подставили кого-то левого. Но как только они договариваются, что он ее не будет есть и он будет готовить ей там шоколадное молоко, то, в общем, про папу на этом можно и забыть, в принципе. И инопланетянин тоже сойдет. Что в этих эпизодах смешно и как бы с одной стороны, а с другой стороны очень похоже на правду. В быту женщинам часто приписывается какая-то необыкновенная психологичность. То есть развитость в вопросах психологии, какая-то там повышенная чувствительность или даже сверхъестественная чувствительность в вопросах, связанных там с психикой, с экстрасенсорикой, бог знает чем еще. В реальности его, скорее всего, жена последний человек, который заметит, что, например, да, муж поменялся, стал другим. Или что у него что-то большое происходит внутри. То есть это последний человек в мире, который это заметит. Почему я об этом знаю? Потому что это происходило в реальности, в моей личной жизни было именно так. То есть я буквально в какой-то момент, можно сказать, что меня похитили инопланетяне. Не знаю, там, или я стал одержим чёртом. Это каждый может по личному вкусу. И всем абсолютно окружающим это в какой-то момент стало очевидно, кроме супруги. Супруга была последним, кто об этом узнал. Причём было смешно в момент, когда... Ну, это, конечно, не смешно на самом деле, это я так задним умом говорю, смешно. В момент, когда мы вдвоём, значит, с супругой сообщаем ребёнку, что так и так, вот будут такие перемены, ребёнок не удивляется. Он там пожимает ключами и говорит, типа, я давно вообще-то всё видел и знал, о чём вы мне тут рассказываете. На этом месте у супруги отвалилась челюсть. Потому что для ребёнка это не было тайной, хоть он и не проходил никаких тренингов по психологии, да ни одной книжки не читал, и вообще читать не умел на тот момент. Но для ребёнка это было, в общем, очевидно, то, что происходило. Вот, и для многих, многих окружающих было очевидно, что это происходило. Эти два эпизода из фильмов показывают, что женщинам не только не стоит прислать какие-то сверхъестественные чувствительности по таким вопросам. На самом деле у них чувствительность пониженная, то есть женщина довольно плохо чувствует то, что происходит вокруг неё. В основном её, как бы, чувства, они недостаточно глубоки и проработаны, но касаются только самой себя. Сами себя они осознают очень неплохо. Их этому учат, в общем, это тренировка, которую они получают и с леей детского сада, и далее всю жизнь. То, чего нам, мужчинам, очень не хватает, на самом деле. Есть и отечественный эпизод на похожую тему. Вот сейчас материнское сердце ей подскажет. На самом деле эта сетата не совсем по теме. Раз речь идёт про материнское сердце, то по спектру анимы материнское сердце это чьё? Это сердце Диметра. Когда мы говорим про жену, это роль Геры. Соответственно, здесь речь идёт про разные архетипы. Но тем не менее, и в то, что материнское сердце тоже в нужный момент промолчит, вероятность этого также очень большая. Я думаю, вы сами это знаете. Все мужчины, слушающие эту запись, когда-то были детьми. А раз они были детьми, скорее всего, у них была мама. Я думаю, вы по своим мамам хорошо помните, да, какие моменты она действительно что-то чувствовала, а каких-то моментов не чувствовала вообще и так и не сумела прочувствовать. И, скорее всего, никогда этого уже не сделает. Но, возможно, ещё есть какие-то цитаты, о которых я просто не знаю. Можно провести такую аналогию. Спецэффекты против реальных явлений. Например, большинство знает, что реальный взрыв, взрывчатки, происходит не так и выглядит не так, как это изображается в кинематографе. В кинематографе нужно, чтобы была красивая картинка, огненный шар, медленно разлетающиеся обломки и так далее. В реальности взрыв происходит так, что его толком не видно. Люди, которые не касались деятельности со взрывчаткой, они могут не понимать, что то, что только что случилось, это взрыв. Но что выглядит красивее? Конечно, выглядит красивее взрыв в кинематографе. Кто, например, лучше исполнит признание в любви? Условный средний юноша или, например, Хабенский? Конечно, Хабенский сделает это лучше. Почему? Потому что он лучше любит, более правдиво любит? Нет, потому что он актер профессиональный, он лицедей, он умеет это красиво делать. То, что он изобразит, будет восприниматься реальнее, чем реальное. Как оно на самом деле выглядит реальное, оно немногие знают и не всем интересно, как оно вообще выглядит. А вот с чувствами есть похожее явление. Определенные категории людей, они умеют изображать чувство красиво, что они что-то на самом деле якобы чувствуют и как-то очень сильно переживают. Но переживает ли они на самом деле это что-то и чувствует ли на самом деле – большой вопрос. Часто это просто спецэффекты, если сравнивать с кинематографом. Спецэффекты. Подводя черту, женская эмпатия, имха, это во многом миф, такая культурная установка. Она не сильно-то соответствует реальности, но возможно даже это не просто миф, возможно это проекция мужская. То есть согласно теории зеркальных отражений, если мы видим в человеке, в данном случае в женщине, такую черту, это означает, что она есть в нас. То есть возможно, что мужчины, которые верят или думают, что видят это в женщинах, просто сами обладают такими способностями, и поэтому склонны приписывать их женщинам окружающим. На самом деле эта способность у них внутри, и эта способность относится как раз к области анимы, то есть женской составляющей души. Вот это явление проецирования мужчинами на женщин, таких тонких душевных процессов, это большое явление, которое я про себя называю аутсорсинг души. И это печальное явление, с которым нужно бороться. Мужчинам нужно прекращать это делать и возвращать душевную деятельность внутрь себя и принимать на себя ответственность за эту область. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok